Привет всем любителям пошаговых стратегий вообще, и Сидмерс Цивилизейшн 6 в частности. Вы слышите Лёшу Халецкого, и сегодня мы с вами поговорим про стратегию победы в сетевой игре в шестой Циве. В принципе, это продолжение видео об искусственном интеллекте в этой игре, поэтому рекомендую сначала пойти посмотреть его, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо в описании, тайны искусственного интеллекта, почему он такой стрёмный в Цивилизейшн 6, там мы это обсуждали. В этом же видео я сейчас, точнее чуть позже, начну рассказывать, почему я не делаю никакие стратегии победы в шестой Циве и так далее, но прежде несколько комментариев по поводу ваших отзывов к тому видео про искусственный интеллект. Очень много комментариев было по поводу того, что хороший искусственный интеллект сделать сложно, да и не нужен он, и я, как ни странно, с этими комментариями, в общем-то, согласен, видимо, я не смог в том видео донести свою точку зрения. Также я полностью согласен, что человек должен всегда побеждать компьютер в игре, ну просто потому, что это игра, она для того, чтобы развлекать нас всех. Дело не в том, что Фераксис не сделала сложный искусственный интеллект, она не сделала искусственный интеллект, который бы играл, собственно, в их игру. Он просто изображает свое присутствие там, причем изображает очень фигово. Практически во всех играх, на самом деле, используются скрипты для того, чтобы нас развлекать. Все, я к бедному ведьмаку постоянно возвращаюсь. Понятно, что когда вы идете по дороге и видите бандитов, то скрипт заставляет их на вас нападать, и перемещаться вокруг Геральта тоже заставляют скрипты. А уж сложно или легко нам будет с этими бандитами, зависит от их уровня, то бишь, какой они урон наносят, какая у них защита и так далее. И, ну, их способности, там, например, те же гули очень быстро на вас бросаются, вам может не хватить реакции. Так вот, скрипты, давайте не будем уже называть это искусственным интеллектом, скрипты в ЦИВе написаны настолько неотвратительно, что просто не веришь тому, что происходит на карте. Я говорю про это. Мне дали ссылку в комментариях, мол, на Реддите есть обсуждение, что кто-то кого-то встретил на пляже, и там этот чувак на пляже рассказал, что в Фераксис всего один человек отвечал за искусственный интеллект. Ну, я прочитал эту ссылку, знаете, бабки рядом с подъездом более могут быть правдимым источником, чем этот. А потом я подумал, блин, так, собственно, в самой игре есть же титры авторов. Спокойно можно пойти и посмотреть. И вот вы их сейчас видите, я их тут быстро для вас проматываю. Ребят, действительно, в Фераксис всего один человек отвечает за искусственный интеллект. У них за звуки отвечает пять человек. Я уже молчу о художниках и дизайнерах и прочем. Искусственный интеллект — один человек. Собственно, на этом тему можно закрывать. Теперь к теме непосредственно этого видео. Почему в шестую Циву еще и неинтересно в сети играть против живых людей? Почему я не делаю стратегии? Да потому что это бессмысленно. Ну, понятно, во-первых, будут еще куча выходить наций и дополнения, это точно. Но дело в том, что на данный момент тот баланс, который имеется сейчас, ведет всего лишь к одной стратегии игры и все. Это широкая агрессивная империя. Кто не видел, я делал такие обзорные видео, большие, о том, какие есть пути развития во всех пошаговых стратегиях. Я вообще перечислю их пять. Точнее так, пять принципов развития. В зависимости от того, как вы будете развивать ваши города, это высокая или широкая империя. Высокая означает мало городов, но в них много жителей. Широкая — это много городов, в которых мало жителей. В зависимости от ваших военных действий, это либо агрессивная, либо защитная империя. Вот их комбинация дает четыре варианта развития. И есть еще пятая. Пятый вариант — это бесконечное расползание. То есть, когда вы постоянно ставите новые, 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 новые города, и таким образом как бы имеете развитие. Вот бесконечное расползание городов — это... Такое развитие было характерно для первых трех цивилизаций, от первой до третьей. Начиная с четвертой, появилась возможность побеждать и малым количеством городов в широкой империи. И, собственно, это стало трендом во всех пошаговых стратегиях. То есть, у вас есть пять вариантов развития по-хорошему. Причем внутри этих вариантов развития есть еще множество подвидов, в зависимости от того, на что вы делаете фокус. В общем, вы это все прекрасно можете видеть в пятой циве. Там это представлено во множестве игр, во множестве стратегий. И вот шестая цива выходит, и, к сожалению, здесь, опять же, только широкая агрессивная империя. Ну или, грубо говоря, бесконечное расползание. Хотя в сетевой партии понятно, что это не бесконечное расползание. Вы в некоторый момент все просто сдадутся и выйдут. Почему так происходит? Во-первых, у вас нету никаких штрафов за количество городов. Да, вы мне можете сейчас возразить, но как же есть счастье, оно же довольство. Оно заканчивается. На самом деле, то, что заканчивается довольство, вообще никак не должно влиять на количество ваших городов. Просто потому, что оно дает очень маленькие штрафы. Минус один довольство. Это минус пять процентов ко всему. Минус два довольства и больше. Минус десять процентов. И все. Ну, конечно, если у вас там минус шесть довольства, это появляются повстанцы всякие. Но минус шесть можно получить только если вы фигово воюете, то есть теряете много юнитов. Сами по себе города такое большое количество несчастья не получат никогда в жизни. То есть, всего лишь минус десять процентов к выработке там, ну, всех ресурсов. И культуры, и науки, и золота, и производства. Любой ваш новый город даст вам больше вот этих ресурсов, чем вы потеряете за счет несчастья по минус десять. И то минус десять процентов. И то это несчастье вряд ли вас будет настигать, потому что обычно довольства на самом деле хватает. И главное ограничение на рост городов, это скорее жилье, чем довольство. А жилье, опять же, от количества городов не зависит. Это чисто внутригородское значение. Ни на открытие технологий, ни на открытие цивиков. То есть, вообще ни на что количество городов не зависит. Зато каждый житель в шестой циве дает науку и культуру. Обратите внимание, не когда они на клетках сидят, там что-то обрабатывают, а просто сами по себе. Каждый житель — это семь десятых науки и три десятых культуры. То бишь, десять жителей в городе из воздуха вам дают семь науки и три культуры. Ну, соответственно, пять жителей — это три с половиной науки и полторы культуры. Второй важный фактор — тупое, вот откровенно тупое технологическое дерево. С определенного момента оно просто разделяется на две половины, верхнюю и нижнюю. Все военные юниты в нижней части, все здания, ну, в общем, развитие — все в верхней части. Так вот, в сетевой игре нету смысла по верхней идти вообще, если вы играете на панге. Пока там ребята идут в университеты, лаборатории и прочие какие-нибудь фабрики, вы по нижней ветке выходите в кавалерию и захватываете все вокруг, вообще любое. Причем вы довольно быстро туда выйдете, ну, имея много городов. Если у вас три города, то, естественно, проблемы у вас начинаются. И никаких штрафов за то, что вы идете по нижней ветке, никакого отставания по науке вы не получите. А люди, которые идут по верхней ветке, они, наоборот, не получат преимущества по науке. Они не смогут вас догнать там или даже улететь в космос на самом деле, пока вы их будете захватывать. Это следующая часть проблемы. Она заключается в том, что здесь рулят только верховые юниты, первое. А второе — то, что Фераксис зачем-то сделал разделение на тяжелую и легкую кавалерию. И получается, что вам надо сначала идти во всадников, это все тяжелая кавалерия, потом их апгрейдить, собственно, в юнит под названием «Кавалерия». И вот тут я вам и рассказываю единственной возможной стратегии. Вы ставите много городов, параллельно с этим, идя в деньги, чтобы открыть торговый район. В первую очередь во всех городах строите именно торговый район. Ну, центр коммерции, давайте. Буду называть так, как она в игре есть. Центр коммерции. Параллельно с этим не тратите послов, копите их до шести штук и ищите любой торговый город-государство. Отправляете туда шесть послов, да это даже не ради того, чтобы стать его сюзереном, хотя некоторые торговые города-государства, например, Занзибар или Маскат, очень неплохи сами по себе. А для того, чтобы ваши центры коммерции, каждый получал по плюс восемь золота. Почему? Да потому что следующая проблема игры вскрывается в том, что стоимость юнитов за золото абсолютно одинакова их стоимости за производство. Это касается абсолютно всех юнитов. А, извините, я перепутал. Всадник и кавалерия — это легкая кавалерия, а тяжелая колесница и рыцари — это тяжелая кавалерия, но это не важно. Так вот, всадник стоит изначально 80 монет. Уже четыре города с центром коммерции и шестью послами в одном торговом городе дают вам в ход 32 золотые монеты. Это просто центры коммерции, не считая того, что вы и так дополнительно там получаете. То есть раз в два хода вы вполне можете всадников покупать. Восьмерых всадников к моменту того, как вы выйдете в кавалерию и проапгрейдите всадников в кавалерию, вам хватит за глаза, чтобы захватить ближайшего соседа. Тут еще одна важная штука появляется, кстати, о чем я не рассказывал в своих видео о войне. Сила городов, вот сила городов зависит от того, какой у вас самый сильный построенный юнит. Вот какая сила у этого юнита, такая будет и сила у ваших городов, сила защиты. А так как у нас тут вот апгрейд такой огромный, а мы помним, что некоторые люди могут пойти по верхней ветке технологий, то кавалерия со своей силой в 62 прибегает к городам, у которых сила 20. И даже если там стены есть, то две кавалерии этот город захватывают только в путь. Ну и собственно получается, что всем остальным только так тоже и надо развиваться. Тоже сплошные центры коммерции, сплошная всадники, серечь кавалерия потом. И в общем-то без вариантов. Что касается науки, то достаточно в принципе только кампус построить. Ну библиотеки постольку поскольку. Но вы тратите производство на строительство именно поселенцев и районов, потому что это единственные вещи в игре, которые нельзя купить за деньги. На все остальное вы тратите деньги. Здесь слишком большой перекос сделан на деньги. Напомню, в пятой циве, по-моему, у меня можете поправить, но по-моему юниты стоят в два раза дороже в денежном выражении, чем их постройка с помощью производства. Собственно, за веру в два раза дороже стоит. Кстати, в шестой цивилизации покупка юнитов за веру возможно только в теократии. И стоят юниты за веру столько же, как и производство, как и деньги. То есть можно было бы в принципе сказать, что вот, кто-то может и через религию играть. Но нет, потому что религии все равно мало будет. В принципе, можно было бы изобразить такую очень неплохую стратегию за Россию. Именно через накопление религий. Как раз ты выходишь в русских казаков, которые в кавалерии, скупаешь их за веру. Вот именно что ты их скупаешь. Ты не можешь их проапгрейдить. Ты не можешь всадников за веру проапгрейдить, например. И ты не сможешь развить свои центры коммерции и поставить их так же, как и тот игрок, который только в центры коммерции пошел. Все равно будет иметь против тебя более выгодную позицию. Вот и получается, что в шестой циве в сетевой игре есть только один путь. Собственно, о котором я вам только что рассказал. Центры коммерции. Всех послов в торговые города. В торговые города государства. Покупка за деньги начальных юнитов. Да, кстати, есть еще карточка, которая минус один к содержанию юнитов. А здесь стоимость содержания зависит от того, к какой эре они относятся. Соответственно, если вы эту карточку ставите, то все вот эти всадники, которые относятся к античности, да, они просто не требуют содержания. Вы можете их бесконечно фигачить. Не хватит потом денег проапгрейдить в кавалерию. Да бог с нею, у вас... Они все равно у вас не требуют содержания. Ну и фиг с ним. Ставите как можно больше городов. В городах, опять же, те же самые коммерческие районы и по остаточному принципу кампусы. Ну, еще можно, естественно, военные лагеря. Просто потому, чтобы они давали очки великих генералов. Да, и ускорение для всадников тех же. Почему бы конюшни построить и потом строить кавалерию всадников тоже. Идете по нижней ветке, выходите в кавалерию, апгрейдите и всех вокруг захватываете. Потом продолжаете идти по нижней ветке, потом доходите до танков и танками всех захватываете. И вот я в процессе этого всего говорения на фоне идет недавняя ФФА, собственно, в котором немец нас всех вот именно таким образом захватил. Дальний от него игрок, араб, со всей его наукой. У араба, кстати, много науки. С их медресе, с их возможностями. Араб шел по верхней ветке, немец по нижней. И там все равно, все равно без вариантов. Естественно, не обязательно строить одних только всадников. Придется там и рыцарей построить. Но это только для того, чтобы ускорить открытие технологии. Первое, кавалерия ускоряется тем, что ваш рыцарь должен какой-нибудь юнит убить. Значит, надо рыцаря построить, кого-нибудь убить, да? То есть требуется как минимум три арбалета. Там три лучника, потом три арбалета, чтобы другие техи ускорять. Но это так, постольку, поскольку. Именно поэтому на архипелагах игра несколько интереснее происходит. Потому что там невозможно идти по нижней ветке, ты просто проиграешь. Там надо идти по верху, это параллельно и развитие, и твои морские юниты. Но даже там все равно выгоднее строить коммерческие районы, а не гавани. Лучше ставить города на побережье и строить коммерческие районы. А гавани уже по остаточному принципу вместо военных лагерей. И нету других вариантов развития, вы понимаете? О каких стратегиях я вам могу рассказывать? Какие кучи видео по стратегиям я могу сделать, если вот вам единственная стратегия в принципе развития в шестой циве. Вместо того, чтобы делать игру разнообразной, чтобы здесь были разные стратегии. Вернулась игра через высокие города, вернулась игра через защитную империю. Фераксис выпускает какие-то странные патчи. Ну, они хотя бы баги, конечно, правят, но разнообразия в игру они не добавляют абсолютно. То есть, садясь за сетевую партию, вы прекрасно понимаете, что будут делать ваши соперники. Вот и все. Тут мало что зависит, в общем-то, даже от наций, которые выбираются. Не, ну есть, есть, конечно, какие-то там нюансы, но в целом игра вот сводится все равно вот к такому пути. Если вы не пойдете по этому пути, вы проиграете тому, кто по нему пошел. Вот вам вся стратегия победы уникальная в шестой циве. То есть, надо вводить штрафы за количество городов. Ну, да, я помню, что вот еще есть штраф за... Каждый новый поселенец стоит дороже в производстве и в деньгах, я понимаю, но, на самом деле, это не особо мешает расселяться. Чем быстрее вы поставите как можно больше городов на максимально возможной территории, тем вам будет лучше и вы все равно в итоге победите. Ну, естественно, если у вас сосед рядом поставил три города и в них военные лагеря построил, то надо, конечно, задуматься, что он может вас захватить. Но если у вас уже нормальная экономика и есть деньги покупать всадников, я напомню, это всего 80 монет, то ранний раш очень маловероятен против вас. Так что, в моем представлении, надо менять в шестой циве, чтобы эту ситуацию изменить. Во-первых, снизить роль денег, либо чтобы их меньше капало, либо чтобы коммерческие центры меньше... Ну, в общем, в любом случае, чтобы денег стало меньше. Во-вторых, больше штрафов за количество городов. Ввести, это как минимум штрафы на технологии, штрафы на социальные политики. Ну, вот чем было плохо в пятой циве? Плюс 5% технологии за каждый новый город. Что, в какие проблемы? Как это мешало играть? В-третьих, переработать обязательно, переработать дерево технологий, которое вообще не связано никак. Вверх... Ну, как бы в пятой циве тоже есть такие моменты, где идут по нижней ветке, идут по верхней, но это только в определенный момент времени. Там в средневековье пошли по нижней арбалеты, длинные мечи, либо по верхней в университеты, да? Но человек, который пошел по нижней ветке, он не может потом из длинных мечей дойти аж до танков, правда ведь? Ему все равно приходится возвращаться в верхнюю. А здесь реально у вас есть современные танки, но вы при этом не открыли химию и лаборатории. Зашибись, да? Ну, это мне тоже сто раз писали в комментариях, я с ним абсолютно согласен. И переработать апгрейд юнитов. Вот эта такая большая разбежка, когда юнит из античности потом апгрейдится в юнит из возрождения, это не делает, а позволяет собрать армию дешевых, даже вообще бесплатных в содержании юнитов, потом быстро их апнуть и идти на всех нападать. И заставляет, еще раз повторю, самое главное, что всех остальных именно так играть. Нету разнообразия. Нету разнообразия. Вот в этом главная проблема. В общем, жду ваших комментариев с опровержением моих слов. Мол, нет, Леша, ты не прав. Вот есть стратегия, которая вот эту стратегию просто выносит на раз. А, ну да, еще пару слов по поводу стратегии стака генералов. Это еще одна из проблем шестой цивы. Это расчет урона у юнитов. Именно если бы более современные юниты не так сильно наносили урон более старым, то вот эта проблема с движением по нижней ветке не была бы так сильно актуальна. Но дело в том, что если разница в силе юнита в 10, всего лишь 10, то юнит уже в полтора раза сильнее. А если в 15, то, собственно, это ваншот практически. То есть с одного удара юнит будет выноситься. Поэтому вот это, что вы меня все просите некоторые в комментариях, расскажи о стратегии стака генералов. Стака это имеется в виду соединение вместе. Дело в том, что каждый генерал в шестой цивилизации дает плюс 5 к силе юнитам. Но генералы одной эпохи складываются. То есть у вас будет 3 генерала из одной эпохи, вы сразу получите плюс 15 к силе. У вас же, ну, юниты в радиусе их действия. А плюс 15 к силе, 2 одинаковых юнита. То есть вы просто выносите все на своем пути против юнитов с той же самой силой. И это все выходит из расчета урона юнитами. В пятой цивилизации расчет урона был другой. И старые юниты могли стоять. Они, конечно, плохо все равно стояли. Но там мясом можно было выставить против современных юнитов. И в этом было отличие игры, например, в широкую империю против высокой. Высокая империя имеет более современные юниты, но у нее их мало. А широкая империя имеет много юнитов, но они, скорее всего, устаревшие. И кто кого победит. Тоже разный подход, понимаете. И у людей была возможность по-разному играть. Здесь фиг вам. Более современный юнит, он выносит старого просто в лед. Просто без вариантов. Именно поэтому надо идти по ветке юнитов, по нижней ветке. Иначе ты старыми юнитами, какая бы у тебя ни была развитая экономика, сколько бы ты их ни строил и ни покупал, ты не сможешь отбиться. Это все очень плохо и заставляет играть в одну и ту же игру раз за разом получается. То есть надо еще перерабатывать и механику урона, по моему скромному мнению. Вот теперь точно все. Жду ваших поправок, комментариев. Вы слышали Лешу Халецкого. Играйте в умные игры. Спасибо, что досорели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досорели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен. И это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok